Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что такое сила духа? Вопрос, конечно, не праздный и когда об этом явлении начинаешь размышлять, вспоминаются не только слова апостола, когда он говорит, что сойдет на вас дух святой и вы примете силу. Слово сила появляется в человеке тогда, когда на него сходит дух святой. Вспомните, во все века христианство для людей было огромным удивлением противостояние физиологической неспособности человека нести даже болезни. Попробуйте представить себе, что вам втыкают иголку под ногти. Раз, два, три. Я чувствую, что у многих уже шкура дыбом. А представляете, когда человека начинают резать по суставам? Вы почитайте жития многих наших святых мучеников. Ну уж не надо к первым векам христианства обращаться достаточно и историю нашей страны посмотреть после 30-х годов, чтобы понять, что те мучения, которые люди физически выносили, не способен ни один человек понести на себе без наличия какой-то внутренней силы. Вспомните генерала Карбышева. Человек, не будучи десантником, не будучи пехотинцем, не будучи там каким-то прославным. Инженер. Инженер, русский офицер стоял до тех пор, пока его не залили холодной водой. Вы попробуйте на улицу выйти зимой и окатить себя холодной водой, а вторым ведром после первого. Да, некоторые из нас в баню ходят и выбегают на улицу. Для радости и удовольствия это делают. Но вы же знаете, что потом у вас будет теплая баня, и вы согреетесь. А представьте себе состояние человека, которого заливают в минус сорок водой, и который понимает, что если ему достаточно одного слова, и это прекратится, и начнется все другое. Как сорок севастийских мучеников. Достаточно было просто вылезти, и все прекратилось. Но он стоял до тех пор, пока его не превратили в статую. Это памятник. Замороженный, но стоящий вертикально. Представляете, какая сила держала этого человека. Сложно сказать, откуда в нас это появилось. Я думаю, что мы счастливые носители на генетическом уровне того, что несла в себе Россия тысячелетия, когда называлась Домом Пресвятой Богородицы, и когда земля наша была святой. Сложно сейчас говорить о России современной как у наследницы, но тем не менее внутри каждого это есть. Если хорошо покопаться в своем роду, можно найти и священников, и монахов, и святых людей, которыми раньше Россия, святая земля, преобладала в огромном количестве. Но на сегодняшний день только воспоминания. К сожалению, воспоминания, но внутренняя составляющая она осталась. Вы знаете, что по классификации воинов, начиная с вооруженных африканских племен, по градации до самого верха через наемников, самое первое место занимает какой солдат? русский, да, с которым воевать очень тяжело, которого не стимулируют ни деньги, ни звания, ни ордена, ни почет, а какой-то внутренний дух. Я думаю, что это следствие все-таки того, что мы являемся преемниками того, что было в наших отцах и дедах. И мне очень не хотелось, чтобы это когда-нибудь закончилось. Вот это появилось в наших предках, тогда, когда Русь была святой. Русь была святой и впитывала в себя Христа и Евангелие всей грудью, всей полнотой церкви. Вы вспомните, мне спрашивают, вот количество церквей, количество церквей, родина Александра Невского, на небольшой городок три огроменных церкви. Для чего наши предки строили такое количество церквей? Что? Деньги некуда было вкладывать, детских садиков у них не было, больниц у них хватало кругом. Нет, им просто места физически не хватало. В одной трехпредельной церкви, которая каждое воскресенье совершала три божественные литургии, во второй трехпредельной церкви, которая и пришлось строить третью, просто места не хватало. Вы подумайте, сейчас места хватает? Но, к большому сожалению, еще и остается. Если бы сегодня наш народ тянулся так же к Богу, как тянулись наши предки, не потому, что надо, или не потому, что воскресенье или праздник церковный пришел, и работать нельзя, а потому, что человек желает воссоединиться со Христом. И когда вот это желание существует, при всех человеческих недостатках, при всей человеческой неспособности внести внутри себя царствие Божие, Бог все равно дает силу, Бог все равно приходит в сердце человеческое. И человек становится обладателем некой силы, которая идет поперек физиологии, поперек психики, поперек всего того, чего бы я хотел, но, если я это сделаю, я разрушу свои отношения с Богом. Если я только соглашусь, если только откажусь, если только отрекусь, я попаду в ад страшнее, чем иголки под ногтями. Вот думаю, об этой силе идет речь. Помоги всем, Господи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok